открылась а все открылась этим не да ну-ка давайте рассказывайте кто вы такой откуда а ну меня зовут илья я из ярославля вообще родился в кирове там окончили цей потом поехал да потом в город орел поехал не распределили сюда вот сколько вам лет 26 так и как вы узнали что надо звонить сюда а так я знаете как в принципе я просто смотрел разные ролики в интернете вы можете знаете сергей лазарева сергей николаевич какой сергей сергей лазарев но он вообще христианин он исследователь и он как бы проводит разные семинары у него есть несколько книг диагностика карма известная книга он рассказывает там тоже о боге запишите просто еще привет сергей лазарев что у него разница с православием сергей николаевич лазарев ну в принципе разница нет особой с православием но главное направление он говорит там книги о чем они к чему ведут а допустим я не читал его книги какой ущерб что меня хорошо но для вас наверняка ущерба нет вообще он говорит что все проблемы у людей из-за того что у человека уменьшается любовь к богу то есть например что такое совесть он говорит что совесть это когда любовь душа уменьшилась и возникает внутри конфликты например болезни человека тоже то есть когда человек начинает оставить выше бога что-то материальное ну что угодно причем говорить то есть это может быть и любовь нам к работе любовь к семье там даже какие-то благородные чувства если не становится выше любви богу то что точно болезнь соответственно он говорит что кого бог больше любит там он как бы сразу показывает например например раз и причем тут болезнь господь о болезни не проповедовал идите по всему миру и проповедуйте евангелие ну да ну лазарь ведь нет как он больше исследователь то есть он как бы я не знаю мне сложно выяснить потому что я сам не настолько не настолько образован хорошо ладно я его посмотрю при чем тут лазарев чтобы на меня вот я просто начал смотреть про лазарева потом в общем потом про он беру что-то про кураева у меня вел кураева андрей кураев и потом каком-то из роликов про кураева я нашел ролик как вы комментируете запись садом всего до чаплина вот по поводу кураева 2 часовой ролик вот и потом я уже начал искать с вами разные видеозаписи потом как-то нашел аккаунт вконтакте там тоже канал не нашли видеоканал она вроде бы нет потому что ты как решить его возьмите ручка вам буду говорить вот я пишу видеоканал открытым оком открытым оком оком глазом во свете библии и больше ничего не надо зарядить и можете написать игнатий лапкин это там 1770 наших роликов говорим 1700 это вам столько будет дано там по вопросам плейлистам посмотрите что есть даже а вы где у нас на форуме были нет на форуме а запишите в google или в яндекс форум игнатий лапкин она по-русски откроется и можете зарегистрироваться и тогда можете участвовать а без регистрации вы можете все считать а еще если сайт сайт во свете библии игнатий лапкин сайт наш сайт он единственный такой во всей мировой сети там 50 книг моим голосом насчитаны а я понял это там вы найдете златоуру с полностью библии архипелаг гулаг вы найдете море там информации и там ответ на 4124 вопроса 55 папок и вы по папкам найдете что вас интересует еврейство мусульманство старобрящество то есть сами посмотрите семья здоровье вы найдете и тогда совместите с тем что лазарев говорит я буду вот алик найти а кроме того если ближе общаться это mail.ru система вы узнаете ну сайт знаю mail.ru mail.ru мой мир я понял эта система как контакт и вы в нем если вы идете там лазарев и там 15000 если на тело клеяде но там два у меня две страницы на одной я просто стою зима шапки другой с голубем вот я с голубем это модераторы отдельно ведут ну как копирует а где я просто шапки то можете попроситься друзья в контакте то ваш аккаунт работает модератор я сам туда не захожу я не захожу у меня контакт не нравится из всех систем какие есть про одноклассники говорить не надо самые лучшие это полтора года назад было мой мир это mail.ru я одновременно одной кнопкой мог сразу послать послание на 10000 человек именно конкретно каждому который в друзьях у меня там где с голубем это модератор автор это модератор а где я просто шапки стою там можем общаться там зайдете это они все равно на меня будут перекидывать данные как раз времени на все мы прослушали где я комментирую выступление щаплина против кураева как на нем отнестись к этому моему ролику ну все правильно все как бы согласно слову библии куда ссылайтесь на конкретное писание священный поэтому они его совсем не любят и не знают они андрея кураева тронули они знают какие последствия будут ему это на пользу там есть это если зайдете на форум кажется называется ли живой журнал живой журнал андрея кураева и там утешение и обличения зарядите и там есть ролик мой я про него говорю об увольнении игнатий лапкин об увольнении андрея кураева так зарядите youtube ролик и там все найдете его обо мне что он говорит я рассматриваю само увольнение как нужно понимать я приглашаю в себе он у меня приезжал как так и не брал на сайте все мои 38 книг какие меня 38 книг вышло это не просто брошюра книга то 750 страниц каждая огромная библиотека и мы я вот ныщет опять думаем ехать по стране в разные библиотеки я даю везде дарю не продаю для частного леса тут кто желает это уже можно продать на дорогу 90 процентов книг я отдаю библиотеки начинают библиотеки ленина в москве еще мы думаем пройти до португалии захватить англии скандинавии прибалтику и уйти до баренцева моря а вы там на иностранном языке вы для русских людей там которые знают русский язык допустим в австрии мы прошлом году были 15 государств прошли специально отдела для русских у нас есть вот немцы допустим немецкий район отдельно а бывает так что отдельная диаспора библиотека для русских целиком библиотека для русских я не знаю где это было в австрии кажется вот такие ну и вообще национальная библиотека она на любом языке берет там могут быть китайские и японские люди отовсюду приходят вот так что вы хотели от меня да я просто получил это следующее недавно начал в принципе изучать евангелие поэтому хотел спросить я как вообще получилось ехал на пользу москву познакомился там с девушкой она мне рассказала что она ходит церковь протестантскую баптистов и он а девушка с которой познакомился да и она меня пригласила перед приходи посмотришь на службу послушаешь я пришел и мне вот общий настрой понравился и вот вы тоже правильно говорили что сейчас вот московская патриаршество что она как бы разваливается еще сейчас храмов много в основном там бабушки ходят вот а там дал там разный возраст и молодые люди такие энергичные все не знаете вот так вот как бы внешне и никакой буду баптистов ответ такой что они не церковь они хорошие но они не церковь а вне церкви нет спасения вот вам весь ответ а почему потому что у них нет рукоположенного от апостола в священство церковь хоть только вот пять ветвей православие католицизм григориан армянские копты и сирийцы все за этим все абсолютно идет уже сама измышленной секты вы можете нравится там есть такие харизматы пляшет валяются кричат веснуется но до спасения вам это не на пользу я православия миссионер 52 год с разных всех и люди приходят у нас каются делается православными батюшками православие она не не разваливается она просто мертвая его надо вдохнуть его жизнь обратно протоиерея мы сейчас только пришли к богослужения только только сейчас зашли просто только положение они незаконно рождены и поэтому у них нет потомство а что собирается люди этой баптиста отдельно собираются 50 ники вот этих разных названий мормоны 21000 уже сегодня насчитывать скажем мне 21 11000 но уже никак не меньше и у каждого библии кажется по-своему то вышел все церковь учатся не как всегда разные разные названия это первоапостольская там церковь благословения церковь христа то есть она вот и здесь я нас новая жизнь новая жизнь и в районе тут газета района называется новая жизнь ну что они увидят то и скажут мне хорошо все мне хорошо или мое имя мое имя все это название секта они еще мне разница есть баптиста но дети баптистов там их уже икон нету все так же как у вас они это гордость а начинаешь говорить ни одного места писания правильно не понимает все искаженная в этом с этим проблем они по ученое писание вверх ногами ставят у меня сегодня один второй раз вышел я сказал больше не звони тысячелетнее царство будет сначала праведники воскреснут на небе будут а тысячи лет здесь жизнь будет без без праведных да где ты нашел вот какой-то тринадцатый угловый матфея там написано оставьте россии вместе они хотели выдергать плевела до жатва жатва кончина века и при кончении века я скажу же не сам что прежде собрали перевел плевел и прежде не пшеницу вы все перевернули я говорю о давай о другом говорить нет ни другого я бегать за вами не буду вы или каетесь или мы расстаемся вы верите написанному а вот козлы сейчас мы увидим кто козел открывает 25 главу и господь разделит налево и направо налево козлы на право овцы разделить написано и тогда я сядет на престоле с ним ангел это конец до конец и тогда разделе того за тысячу лет раньше разделили надулся сидит я вытыкаешься ли нет да как я в эту тему вошел мне не надо было а вот как научили тебя в эту тему закрытая тема как у иеговистов а у православия нет закрытой первого послания петра 3 15 говорит всякому требующему вас отчета всякий это я я у тебя требую отчета ты у меня требует дать ответ скротностью благоговения вы не можете дать в уже нахватались этой ереси и теперь давите себе бред не пьяных старух златоуз говорит да как же первое воскресенье где-то нашел первое воскресенье да вот откровение 20 глава 4 стих правильно книга в духе написано то читай первые стихи день воскресный я был в духе в духе а ты понимаешь буквально у вас рассуждение никакого нет а как туда первое воскресенье ну чтобы воскреснуть ножа первая смерть потом первое воскресенье адаму бог сказал смерть и умрешь когда вкусишь он умер и теперь как 15 глава евангелия луки он вернулся отец говорит сын мой был мертвый ожил как воскрес принял христа и павел говорит киписянам 25 и нас мертвых по преступлениям оживотворил воскресил через веру во христа это первое воскресенье и блаженный свет а тела которые лягут про гниют они восстанут вместе вместе иуда восстанет павел гитлер вместе петр все вместе восстанут это общее воскресенье вы заблудились и поэтому вы любую тему возьмете я вам докажу что у вас нету смысла вы во тьме находитесь истина дана церкви с первого дня на любой стих от у меня выпущен трехтомник новый завет в трех томах полное толкование от первой буквы до последней по святым отцам церкви которая христом создана где можно у меня можно вы зайдите посмотрите еще можно выслать я еще два дня дома буду вот где на христос делает христос а вы думаете я сяду растолкую ничего не растолкуете христос основал церковь они как понимают православие не такое там одни бабушки какая там церковь но она какая бы она ни была на церковь она христом основана сионской горнице баптисты появились 1639 году в роджерсе первая община 17 веке дошла 17 веке христос снова сделал церковь он говорит врата да не одолеют ее врата да что такое врата да вы не знаете еретики вот вы вы конкретно еретики я говорю вы ее не одолеете христос не основал пятидесятников не основала иеговистов литеран 1517 год что в шестнадцатом веке только бог открывать начал он говорит создам создал одну церковь одну одна невеста одна жена замолкну сидят ну кайтесь или расстаемся моим меня спорить не надо мне это не положено я возвещаю истины спорит тот кто еще не знает но вопрос вопрос я слова проблемы его не произношено у меня противно без слова нерешенные вопросы замените его от американцев сунули нам на перестройку а тогда а горбачок духовность духовность нет такого слова библии нет духовный человек а духовность как явление нет такого а у них как крестик нарисовали любой там сексопатолог перекрестил все иди в народ фильм хороший хороший во свете библии надо все рассматривать я просто виде как бы много лет я ходил в православный храм и считался православным но просто именно этой встречи с девушкой я начал уже серьезно как выходить на службу к ним начал читать евангелие начал как бы с ними разбирать то есть имеется ввиду меня интерес такой возник и ну какие-то внутренние перемены то есть пошли то есть я начал уже пересмотреть свою жизнь уже относиться к каким-то своим слабостям более строго ну то есть вот я стал лучшую сторону меняться и поэтому а так как все равно сомнений некоторые есть поэтому не хочется разобраться и прийти как бы правильный вере к правильному пониманию правильное понимание в церкви а что у нас хорошие будьте благодарны богу и им этого не отвергайте почему они любят библию это надо признать я сам обратился библию получил у 50 ников я с детства православный но я получил библию там я никаких языков не я изучал языки на разных языках разговаривал сам не они не только купите потом говорят они а просто учил учил и бог дал мне знание вот ярославле я бы мог дать вам задание небольшое юрий казанцев до найти его по разным храмам походить и мне срочно сообщить потому что когда мы поедем у нас связи это не будет это сделать завтра по разным храмам проехать подойти к священникам и сказать у вас такой есть или нет он пришел из сектантов он был руководителем и принял крещение он как бы он священник он не то не священник и священник юрий казанцев жена у меня пишет икону вот это еще это очень важно зацепка она икона пишет сцену него один кажется тоже юрка звать один сын у него и он принял полное крещение у меня на форуме там есть переписка с сектантом ставшим православным называется это наша с ним переписка и летом я вернулся он исчез я его не могу найти но в друзьях у меня он состоит или ему запретили знать о там попы или что-то но мне хочется узнать заехать в гости вот это вот что случилось я знаю такое бывает допустим он хотел быть священником а его расспросили как с кем а попы на меня лютуют я открываю истину они меня ненавидят люто лютые волки и поэтому они могли ему запретить тебе священником не быть пока стыгнать облаканы ты не порвешь но и он видимо замкнулся им очень хочется быть священником но это неплохое дело я думаю что он был бы не худший священник потому что он был руководителем у сектантов он много знает и видно что человек хороший они его даванули я это это предполагаю только у меня данных никаких нет но и у меня есть опыт из других мест и люди из сектантов приходит православными в моем доме я до них являюсь был родителем они еще павел говорит я родил вас благовестие во христе иисусе а их сразу давят и давят сама что мне встречались совершенно ненормальная обстановка ну я продолжаю работать они поносят перед богом награда блаженно когда имя ваше понесу они мне плохо то не сделают я сидел несколько раз и за слово божие еще в прошлый год я реабилитированный и когда в америке был как политзаключенные меня спрашивали как вам кгб помешало я вроде как но они же посадили вас не что посадили я многое узнал туда бы и не попал вот я сейчас нахожусь в доме это дома тот мне отдали в счет погашения того что у меня изъяли был суд я его выиграл процесс его двумя домами рассчиталась государство со мной мэр города приехал вручил это все в нашей книге для слова божия нет уз вы когда зайдете на сайт и там верху написано для слова божия нет уз запишите название книги там есть заголовки оглавление и вы по ним найдете в оглавление только ткнете и сразу на тему это там как бы моя биография в тюрьме но в книгах это все есть книга там цветные фотографии вот новый завет и в нем 240 только листов цветных фотографий геставо даре лучший иллюстратор то есть наше издание нового завета это лучше и больше никогда не издать такого она по восьми параметрам лучше чем какие были изданы до этого там я даю 297 комментариев выделяя главные места описания и как бы комментируя это комментируя толкование идет святых отцов это другим шрифтом написанный ил игнатия латкины отчеркнуто на что обратить внимание если вложена февелакта 11 век он говорит о необходимости проповедь я тоже вставляю янка раштатский что сказал игнатия бричанинов и сделай более расширенной приближая к сегодняшнему дню православия вот у нас здесь сектанты когда приходит у них ничего этого нету они по всему миру говорят на первые встретили вот чтобы православное знали библию и проповедовали и зовем их к тому и они если к нам приезжают мы даем слова сказать и станет явятся где они такого не встречали не знает это все делает бог поэтому открыты до всего мира но надо смотреть если там общение польза или нет конкретно вас какие вопросы еще по поводу до вопросу по поводу перевода в библии из несколько переводов у меня есть например сейчас скачал на телефон там синодальный перевод и современный перевод то есть он вообще прям таким самым поскольку надо же пользуйтесь а остальные вы можете почитать однако они близко не стояли синодальный перевод и даже не пытайтесь заучивать по тем переводам это же перевод четырех духовных академий вы слышали такого освещения к александр мень до убитый был убит это еврей слышал мы не что ну не знаете где-то на дети в интернете и там море о нем я лично знал его он еврей но работал с оригиналами на резком языке когда спросила вы можете переводить вот так как павский который перевод и евангелие от мотвея псалтыри он конечно нет вольсон от окрещенный еврей перевозчики были такие каких сегодня даже нигде нет перевозчики писали учебники для еврейских школ они знали арабский язык арабский латынский греческий это люди были с высочайшими знаниями сегодня какой-то перевод делать по словарю смотрит еще смотреть и я сравнивал переводы на разных языках русский перевод синодальный это один из самых лучших периодов в мире и переводить надо я знаю виссариона которая как асьяна я его насчитывал другие переводы чтобы ознакомить других людей они вульгарные еще там нет такого а это пренебесное озвучание стих просто надо понимать кто участвовал макаре архимандрит алтайский он канонизирован филарет дороздоров митрополит вот так так что пользуйтесь всегда только синодальной дело в том что синодальная она была издана до революции после революции здесь издавали при пиме алексея первым алексеи втором при дюре изданы только синодальный за рубежом только синодальный баптисты издают только синодальной 10-ти ки только синодальный субботят не издaller только синодальная то есть все и на западе сдает католической только синодальная подмупар strengthいて когда миллионы сотни миллионов людей нашли новую жизнь некоторые места не очень понятно давайте сейчас конкурс что они понятны вам я понял черт вопрос не святые святые книгу читали как не святые святые называть хорошая книжка хороших рассказы но я жизнь это ничего не могу это взять вот как будто евангелие когда не читал рассказы почему таким обществом он знает все это интересно на заваленке посидеть поговорить это благовестия никуда не годится это не евангелие он никакой не проповедник ничего нет он просто умеет перед властью прогибаться перед своим начальством перед церковными ему все это разрешается говорят что он не духовник вроде исповедует путина на исповедали завтра у нас свой майдан будет а отношение к другим религиям у вас какой какие они другие ну можно сказать конкретно мусульманство пришло что проехали 6 мусульманских республик в изображании были в доме мол и ночевали у нас прекрасное отношение мы им должны показать спасение во христе без жертвы христовой спасения нет мы должны почему я не 412 не другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись читаем и евангелие от иоанна 16 18 стихи говорит верующий в сына божий иисуса христа имеет жизнь вечную они верующие не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем вот я вам прочитал места и все они еще я не могу добавлять к этому написанному уже нужно вот крич на гриме не общались а с кришнеидами не общались в ведическом сатанисты я общался я изучал просто я просто у меня друг уже есть у кто мне там показывал книги и зато сатаны кришна это черный сатана меня один друзья просится моего не принимают даст какой-то вот религиозные деятели когда собирают здесь крае он среди там не приглашенный приходит если у мусульман иса иисус упоминается совсем не так что он не умирал на кресте и тем то у тех вообще ничего нету там все от сатаны они могут жить нравственно поживут по совести а сама учение чисто сатанинская а буддист это одно и то же не разделяйте даже это все из одного мешка так а по поводу вот еще крещению баптисты они там крестятся знать на возрасте и говорят крещение водой тоже по моему апостольская право 50 и говорит крестить три погружения при том они крестят баптисты так вот беру человека вот так вот и вот так лицо у него здесь они вот так его опрокидывать назад вот так назад под воду это положение во гроб а у римлян написано мы крестились смерть христа смерть христа христос умер умер воин упал вперед там дома лежал больной на боку а христос умер стоя у него руки прибиты были и поэтому крещение должно быть что они даже крестит неправильно они не понимают этого баптисты крестят положение в огромных у них у них креститься не стоит такое крещение цветы называется сквернением так вот по поводу рождение свыше то что начнем не совсем приводить это большие тема не все у нас освещены зарядите просто у меня ролики о рождении свыше ролика два или три на сайте на форуме это три ступени даже пройти две главные то даже признаться что вы погибший грешник абсолютно навсегда погибший но это надо осмыслить и второе поверить что за твой грех умер христос и после этого принять крещение руками священника не сектанта а если он уже в детстве крестился но я не помню как нужно если вы правильно покрещены крестить который раз не надо единое крещение а я просто не помню и погружены не узнали согласно 6 сиренского собора 84 правило вы креститесь как положено с тремя погружениями пойдите в церковь расскажите найдите такого священника одет к нам приезжайте батюшка покрыть я просто в детстве не помню у меня крестили но я просто очень маленький был и никаких документов не осталось погруженного или нет крестили где вас церкви православной церкви мама рассказывает вас полное погружение потому что везде все нарушено сейчас строится купели везде вам можно приехать договориться уже мы выезжаем нам приезжает отовсюду священники которые без погружения крещены они священники архимандриты приезжают крестятся опять едут домой и дальше продолжает трудиться вот и православие православие все можно поставить на ноги там еще в ролике вот комментирует записи от цепи чаплина там вы ему предлагаете приехать чтобы он с вами пожил и раз него все это дурь сойдет на других людей на приглашение своя сна можно как-то премьет уже не просто так не приезжают вас не туда как будто вот так вот на приезжать это степи от разведа далека зимой вообще запрещено там ни одного здания нигде нету сложишь степи пояс останавливаться степь ты не знаешь куда идти и один поезд только среди ночи на смерть на смерть и поэтому если едут детский лагерь сейчас вчера звонили из синтуков они же едут с родителями детей везут бывает я раньше приезжали с украины много с николаева с одессы на которых мы знаем я вас не знаю я сегодня просто узнал может вас где-то там есть курс там или что-то такое ну как какие-то там лагеря там тоже для лагеря если вы были ребенком или у вас был бы ребенок 7 лет а вы отец его тогда мы могли бы говорить конкретно по делу но пока нет потому меня как дома нет где-то здесь и и куда я вас в лагерь поместить взрослого парня маленькие дети я никак не могу я вас не знаю а мы даже спать ложится и выходят ночью малые дети понимаете какой риск не понятно уголовную ответственность у нас приходили такие что приходилось их милицию сдавать связывать пароли их и отправляли в милицию были такие случаи они потом приезжали просили прощения кайли чтобы с них сняли вину иначе им грозило мы прощали все есть такие люди сбили с пути совсем у нас 42 год лагерь ни одного повреждения ни одного отравления ни одной потери это счета значит без помощи государства тысячи детей без рубля ну пусть каждый это делает и у нас беспризорность три с половиной миллиона детей будут разобраны осудить рядить патриарх не такой я знаю не такой пути не такой не судить надо помогать где правильно они делают и молиться за них вот моя программа по евангелию молитесь за старея начальствующих я если говорю то я обречаю в глазах прямо пишу путину прямо пишу патриарху и говорю вот это надо исправить мне это дано я пророческим глазом и слова бодия пророка пророческий глаз их пророческих я их пишу и вот это вот это вот у вас будет надо сделать вот так а по поводу путина киос прогнозы как в страну же вроде как поднимает или как считает или не туда он ведет еще не туда туда не туда все туда может а был верующим рейтинг его необыкновенно высок сейчас ну да поэтому я политику не вмешиваюсь но скажу что трудно ему трудно его со всех сторон долго ты убийца может засесть на него покушение может быть его присутся ненавидят на западе по украине поэтому за него надо крепко молиться мне другого не дано одно оружие молитвы и пост я молюсь за июль за януковича за юлию тимошенко за турчинова александра зельцинника арсения я за всех как правильно молиться обороте господина путь истины пробуде их совесть даем страх твой чтобы они знали что над ними есть ты царь старствующих и господь господствующий вот как молиться чего я хочу чтобы они были истинными христианами горбачева чтобы бог обратил его много наделал что в общем надо каяться а ругаться это на это не ума не надо а если у нас и правило такое семь раз в день становиться на молитву псалом 118 запишите салон пс 118 двоеточие 164 164 стих семикратно в день прославляю тебя 7 раз в день на молитву становитесь каждая молитва хотя бы по 7 минут в каждой молитве не меньше ста поклонов и тогда у вас всякая это дурь то пойдет по стороной уже не до этого будет у вас голос другой будет отношение другое ты все время себя будешь представлять перед богом попросите чтобы убудил вас ночью ангел хранитель на молитву и жизнь будет совсем другая вот православие стектанты ничего не знать и поста не креста нету это для виду они днем собрались днем я жил среди них я у них проповедов капитал я их очень хорошо знаю они не духовные большинстве абсолютном большинстве надмене надмене они на исповедь не ходят каждый варится собственном стаку а у нас посты и надо идти на исповедь она исповедь открывать все ничего не утаивай и грехом сладость не будет они не исповедуются даже исповедоваться не перед кем у них нет человека который имеет власть отпускать грехи не имеет ощущение властью данными от бога разрешают грехов почему бог сказал знаком кому простите проститься таком оставить оставить и оставить считайте пусть он был убил и там какие-то моменты вот все-таки требуют толкования то есть делают почитать ваших книгах полное толкование нового завета полная с матфея вместе с откровением а их здесь нигде не найти вот у нас найдете вы на сайте на сайте они стоят в бумажном варианте это только надо адрес писать вот вы в mail.ru зайдите в mail.ru там легко создать страничку мой мир просто напишите мой мир и выйдите на меня я вам скину данные что вам нужно сделать переслать деньги и вам пошлют эти книги это надо сделать быстро в течение не больше как одного дня потому что я уезжаю я сразу дам наказ нашим помощникам и вам отошлют но сначала вы пошлете деньги вот новый завет трехтомник без пересылки 2000 это не деньги это они книги почти в два раза дешевле их стоимости не такой бумаги сшиты такие потоки цветные иллюстрации мы сами раскрашивали это больше года три человека работали тоже наша работа а там то есть как бы каждая глава каждый стих добром отдельно я разбиваю по главам она была по перекопам аммония трудно очень именно по главу как в библии глава стих все на русском языке которые места нужно не крупно жирно выделено и на них дается там комментарии это вообще создать никогда никому почему что надо иметь такую биографию когда бог откроет сегодня постараюсь найти прям о полный прямо вы сегодня же водите мой мир свой адрес сразу давайте с индексом полностью пересылайте деньги сразу я давно сберкасту расчетный счет а вы сегодня будете там я понял я сразу завтра уже днем будет после службы у тургей у нас собрание я на собрании уже до поручения сразу начнут пока карты сбербанка нет там проще нет у вас есть карта сбербанка просто можно решить на карту это только на сберкнижку а каким образом переводится через почту я вам скину туда данные не даты я просто ни разу не переводил подводите в кассу и скажете вот по этому счету не надо послать деньги они сразу сделают а то есть через интернет не перевести дочери нет нет никакого интернета нет они конечно они перешли почты как всегда работают это самая для нас надежная система я был сбербанк это центральный банк в россии все пенсионеры все бюджетники все сбербанки поэтому я для меня это лучше хотели сегодня кого-то это калибри там есть вконтакте еще работают в основании он тут работает а калибрия даже не слыхал поэтому только через сбербанк вы зайдите мой мир я за или mail.ru и там дальше у детей зарядите игнатий лапки а то еще так игнатий один лапки надет там это она у меня такое стоит однерка там так еще вопросы а то есть вот начать то все таки с чего то есть у меня как бы опыта никакого нет изучение слова то есть начать с чтение на что смотрят а пойдите в храм божий там там протестантам не ходите больше тоже все узнали увидели дальше у вас уже только тонуть будете вы пойдете храм потом подойдите священнику благословите когда все будут подходить к кресту благословитесь посмотрите там уже есть молитва слов это совсем недорого молитва слов а с книгами этого отдельно я вам пашу чтобы вас была своя библия у сектанта библия 66 книг православная 77 так подождите молитвы щебра ну так нормально большая у меня библия есть такая стандартная а вы знаете как ваше имя переводится илья да божья милость бог моя сила три слова наши запишите это еврейское имя благо моя сила ел это бог так еще вопрос вы православную библию достать и и начинаете считать новые заветы ветхие а когда у вас будет толкование вы по толкованию все и старайтесь запоминать какая глава какой стих развивайте память на картонке выписывайте отдельные места библии которые вас особенно тронули кармана забивайте такими карточками вот я вот такая книжка сейчас читаю выше поднимите евангелие от дана одна книга есть их в библии 77 книг это из библии одна маленькая книга одна из самых духовных самая распространенная я просто не знаю на самом деле толкование делал потому что же разные люди там должно быть написано синодального издания а если не синодального значит надо быть знакомым с писанием чтобы определить сектантское это или нет откройте третью главу читайте слух я скажу пояснение прочитали нет никакие прямо евангелие считайте третью главу по порядку начинайте сначала идет заголовок нужда всякого человека рождение свыше первые первые стих между фарисеями был никто именем никодим один из начальников иудейских он пришел к иисусу ночью сказал мураве мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним бог иисус сказал ему ответ истинно истинно говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие божье никодим говорит ему как может человек родиться будучи стар неужели может он другой раз войти в утробу матери свои родить довольно это православное синодальное а потом объяснение вот например а пояснение там надо посмотреть правильно или неправильно но и это все синодальное это православное это издали не свидетели иголы это могли издать баптисты но у баптиста библии 66 книг а у нас 77 они один из таких выбросил вот и сегодня все это обрубает обратно так носите на вопрос появится то можно будет как вы говорили там трех до четырех не запрещаю в октябре завтра вы можете еще зайти и послезавтра если вы найдете юрия казанцева передать от меня поклон и узнать почему он не отвечает а как у него контакты взять или как вообще связать надо его найти по храмам сколько там храма если я найду мне после толки вы найдут что сделать контакт с ним переговорить подойти и сказать я так и так вы скажи игнати лапкина знаете знаете скажу но очень вами интересуется потому что в этом году мы будем ваших районах там как бы нам встретиться и он спрашивает почему вы не отвечаете вас вам папы запретили прямо прямо в лоб ему вопрос задать что он ответит и вы смотрите на нам будет отвечать на лицо посмотрите на на глаза смотрите внимательно и мне это скажете чтобы я знал больше не лес нравится меня или что он от меня получил это все это все выставлено форуме благодарности конца крайне то он получил полное погружение к крещению там это все выставлено на форуме крестилки он и друг он не отвечает и я потерял его я должен узнать чем дело кто его что с ним случилось ну если будете в наших местах таки я вас тоже приглашаю в гости у меня сейчас спасибо христос завтра когда узнаете все зайдете в mail.ru и тогда так я если заеду заеду только в центральную библиотеку по домам уже там ездить не будем если вы были кто-то имеющие власть какой-то людей могли собрать бывать в клубе в доме культуры собирать тут я бы тормознул часа на два мог остановиться на два-три выступить ответить на вопросы у нас программа очень сжатая как например храме баптистов не хотели бы выступить я думаю я бы мог договориться можно поговорить вам бы не надо сейчас туда ходить в общем дело нет ну да я понял ради вашего выступления можно попросить я не знаю они тощу думать и если поезд и вопрос ответы я коротко скажу даже не пробовать и дальше ответить на вопросы потому что я не буду говорить что христос пришел на землю умерз нас они знают это говорит надо то чего они не знают они не знают что они не церковь они на ту тему мне не позволят говорить я и знаю прекрасно очень даже хорошо знаю вы поговорите пусть на меня кто-нибудь выйдет я могу заехать остановиться но среди недели они кого соберут а мы же каждый день едем а вы ориентировочно в какое время ваших местах будет я же это будет июля август в июле августе дальше трудно сказать потому что наш путь очень и очень большой очень длинный ну это не меньше как 50 тысяч километров должны пройти это люди где уже знают выступления это очень много и мы должны посетить еще 120 городовые районных центров россии плюс 120 а вы не храма по городов и каждому надо ехать заходить искать где библиотека мне главное то библиотеки я везу дарю книги вот за два года подарили на 7 миллионов 150 тысяч подарили я даю как издатель как автор я имею это право я имею великую радость утешения что книги работают большая даром здоровью сил все это вопросов нет да вот нет последний вопрос не задал еще на последний последний вопрос по поводу сверхспособности лазарев ну можно посмотреть время будет про лазарева он рассказывает про сверхспособности то что люди когда начинают вести скетичный образ жизни соблюдать заповеди из-под любого у них открывать сверхспособность посмотрю посмотрю вы можете в нем не видите то мне недавно на такого одного показали я посмотрел я к нему близко подходить нельзя он антихрист я понял а они его нахвалят там выступают с людьми я тоже прослушал аудио посмотрел что он пишет там ничего христианского нет а где начинает исследовать что-то там цифры хронология не надо ничего этого верующего верующим нужен христос а где можно вот потом ваши узнать мнение о нем где-то напишите на форуме я на нем ответил как раз то есть выбор него напишет нет я про лазарева когда вы посмотрите какой-то теме посмотреть я отвечаю на вопрос отвечаю на разные вопросы она не тематически просто задают вопросы это прям на первой странице как зайдете можно вам там можно вам на форуме написать и вы там уже какой-то человек это что вы обо таком-то думаете такой что вы думаете о осипове я отдельно отвечаю вставляю здесь так называется тема вопросы к игнатию лапкина тихон еще лапкину и люди ждут ответ на эти вопросы вот так ну понял все выключайтесь с богом